Цветы к памятнику легендарного командующего ВДВ возлагают временно исполняющие обязанности губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков и начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова, дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова, начальник Рязанского территориального гарнизона Руслан Леонтьевич Евкодимов. Праздничный день для в Рио губернатора Павла Малкова и начальника территориального гарнизона начался с возложения цветов к памятнику легендарному дяде Васе Василию Маргелову, основателю воздушно-десантных войск, после на мемориал воинам-рязанцам, погибшим в локальных воинах. Музей ВДВ встретил руководителя региона коллекции с более чем 50 тысяч экспонатов и множеством исторических фотографий, которые сделаны на важных этапах становления десантных войск. Практическую часть праздника по традиции проводят на стадионе «Спартак». Именно здесь своеобразные выставочные павильоны, образцы современной техники, вооружения и экипировки воинов-десантников. Сегодня значимый день для всей страны, но особенно он значим для нашего региона. Рязань – это столица ВДВ, это гордость нашего города и в день воздушно-десантных войск, где всегда особая атмосфера. Сотни, да даже тысячи офицеров-десантников из разных уголков России приезжают на этот праздник. Здесь город, он, как и Рязанское училище ВДВ, для многих стал вторым домом. Десантники всегда впереди, всегда. История ВДВ берет свое начало в далеком 1930-м. Тогда, 2 августа, на территории Московского военного округа совершили первый прыжок с парашютом воздушные десантники – 12 бойцов Красной Армии. Спустя почти 100 лет к войскам ВДВ причастны около 150 тысяч рязанцев. Рязанские десантники добросовестно выполняют свой воинский долг. Постоянно овладевают профессиональными знаниями. Совершенствуют свою выучку воинское мастерство. Осваивают новые образцы вооружения и военной техники. И с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности. За всю свою историю Рязанское десантное училище подготовило почти 50 тысяч офицеров. В состав вуза входят два факультета, 20 кафедр, несколько образовательных батальонов, сотни обучающихся, десятки тысяч выпускников. Явно говорят о том, что наша страна в надежных руках. И под куполом крылатой гвардии. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.